Нижегородские улицы превратились в один сплошной каток. Пройти невозможно, можно только скользить. Нижегородцы осваивают новый вид передвижения по городу с лыжными палками. Подчеркну, это никакая не скандинавская ходьба, это от безвыходности. Разве возможно здесь пройти? И как по улице Наркова? Вот невозможно ходить. В советский район деньги берут со всех, за дворника, за всю, а толку нет никакой. Приходится вот эти палки брать, чтобы не убиться. Только из-за этого. Плохая дорога. Вообще грубой. Есть город такой, нечистый, точно. Так скользко ходить просто невозможно. Вы знаете, вот специально идешь, чтобы вот в случае чего, если нога подвернется, так можно вот засыпиться. Посмотрите, это кошмар какой-то. Хотя сапоги, вот рифленая подошва. Невозможно просто. Вот здесь вот идешь и вот так вот цепляешься. Может быть там вот где-то вот, ну посыпано. Вот я смотрю, вот здесь вот на этом участке нет. И человек идет с палочкой, тоже выбирает место, где более безопасное. Вообще ужасно. Ножи сделаешь потихоньку. Потихонечку. Ну что, раз погода такая. Поскользнулся с собачкой. Гулял, собачка рванула, я поскользнулся, упал. Очнулся, гипс. Точнее, будет гипс. Перелом голеностопа. Улица Надежда, Суслой, лед на тротуаре. На мой взгляд, тротуары не убираются, в принципе. Вот. Я что-то как чистых тротуаров давно не видел. Ну, Силова шел на работу, подскользнулся, упал. Трещина в ребре. Я вот хотя спортсмен, казалось бы, координации, то подскользнулся, упал. Я представляю, что с бабушками творится. Ну, нас здесь не чистят, понимаете? Это ведь страдание какое для людей. Они же ноги, руки ломают. Идти очень трудно. Любая бабушка не может даже за хлебом сходить. До магазина дойти – проблема. Нисколько не посыпают. Ну, что же такое-то? Ну, немножко хоть бы присыпали. На обед надо выйти даже полчаса, и то страшно идти от травматизма. Ходить надо вот так. Вот так. Как сообщили нам в городской администрации, об обледенении всего города они знают. Силы и средства для ликвидации гололеда в мэрии есть. У нас очень много нареканий жителей на скользкий тротуар. Такого быть не должно. Мы должны очищать свои территории в нормативный срок. Всего хватает. Песко-соляной смеси хватает. Я считаю, что отношение некоторых ответственных лиц к своим обязанностям. Другого я здесь не вижу. Более того, начальник управления благоустройства, первый заместитель глав администрации, которые отвечают за уборку уличной дорожной сети, должны заниматься непосредственно своими обязанностями. И проводить рабочее время не сидя в кабинете, а как раз инспектируя уличную дорожную сеть, выявляя замечания и недостатки, которые должны предъявлять подрядные организации, которые обеспечивают уборку уличной дорожной сети. Кстати, Сергей Белов неоднократно подчеркнул, что проблема плохой уборки города кроется не в отсутствии ресурсов, а именно в халатном отношении должностных лиц к своим обязанностям.